здравствуйте дорогие друзья с вами снова антон мартынов и сегодня у нас такой небольшой но тем не менее довольно важный класс который называется основа проектного мышления фотографии то есть мы поговорим про что такое есть проекты фотографии какие они бывают чего лучше начать и посмотрим вообще на что можно в этом направлении сделать еще раз повторюсь это довольно краткий такой класс в котором рассказывается самая основа чтоб можно было потом двигаться дальше и развивать эту тему более глубоко нам нужно сначала определение и еще один момент который я всегда говорю в самом начале говорю про то что есть у нас такая кнопочка задать вопрос расположена сбоку можете нажимать и если вам что-то было непонятно если были какие-то вещи недостаточно раскрыты или вам хочется что-то уточнить или вам хочется в чем-то возразить это тоже может быть или там вы нашли какую-то ошибку тоже возможно нажимаете кнопочку задать вопрос туда пишите и там у нас дискуссии там мы можем с вами пообщаться мало того не только я могу отвечать на ваш вопрос но и все остальные люди тоже могут поучаствовать дискуссии но это такое традиционное вступление чтобы не было у нас вопросов уже в отзывах о просмотренном курсе такой тоже бывает напишите отзыв о том материале которые посмотрели люди пишут там вопросы там уже ответить нет никакой возможности поэтому вот кнопочка еще раз задать вопрос о чем речь мы будем с вами говорить самое главное давайте посмотрим вот есть на фотографии которые вам сейчас покажу это вот такие вот снимки все очень красиво все очень здорово но вы можете видеть здесь у нас как раз целая история раскрывается про барышню которая готовит пиццу на судя по всему вот и красивый свет красивые декорации красивая девушка очень качественно снята все очень здорово замечательно хорошая на мой взгляд работа ну с технической точки зрения абсолютно точно вот ну и встает вопрос красиво красиво безусловно исполнено технично хорошие хорошие вот но является ли это проектом а фото проекта а вот тут скорее всего нет это не фото проект а то что мы сейчас с вами посмотрели вот эти красивые фотографии это то что называется фото сессия или это серия фотографий как хотите можно назвать и так и так и серия фотографии или фотосессия это еще не фотопроект то есть многие люди думают что вот ну типа вот он проекта там пригласили модель продумали образ сделали некий какой-то такой сетап в нем поработали да это у нас проект нет давайте разбираться на ну вот кстати один из таких вот проектов я вам сейчас покажу которые технически сильно проигрывает тому что сейчас показывал снята вообще там на какие-то мыльницы но тем не менее в отличие от предыдущей серии фотографии это будет фотопроект довольно известный такой проект который был сделан уже давно и здесь вот вы можете видеть да большой проект связанный с луной то есть автор придумал много разных вариантов что можно сделать с луной как ее можно обыграть как вы сами понимаете на но вот этот проект не требует какой-то там серьезной техники то есть это не не значит что нужно вам там как-то обладать серьезными большими фотоаппаратами то есть длиннофокусный объектив какие-то люди которые могли бы поучаствовать в этом проекте ну и ночь полнолуние вот и хорошая погода и вот таких фотографий довольно много вот и это все образует один такой большой проект с разными частями до которые здесь есть и вот видите обыгран довольно аккуратно довольно интересные вот этот можно назвать проект еще один проект который сейчас покажу он по-другому выглядит по-другому строится вот четыре кадра всего лишь в этом есть проекте но тем не менее это проект то есть вот казалось бы у нас там есть очень качественная фотография в которой там все проработаны вдруг мы говорим но это не очень с точки зрения фотографии там проектно проектно вот у нас вот тогда и сняты на какую-то мыльницу да какие-то люди может быть не всегда фокусе может быть не всегда все четко или вот здесь нет вообще там для инстаграма да или там по крайней мере выложено было в инстаграме да где-то довольно простое такое решение и это проект а это не проект в чем суть давайте разбираться есть отличительные особенности проекта то есть вот мы сейчас их должны как раз с вами и проговорить и так первое отличительные особенности самое важное самое главное проекта заключается в том что есть идея то есть есть некая задумка есть некая мысль который имеет фотограф в голове да и он пытается реализовать и собственно говоря вот это самое главное самое важное что есть в проекте это идея то есть проект подразумевает под собой какое-то высказывание да то есть какую-то мысль какую-то эмоцию не знаю что то еще если обычные там фотографии могут быть там по-разному до имеет свои какие-то цели коммерческую цель до какой-то там люди купили товар до или услугу какую-то приобрели может быть какой-то еще там целью фотографии просто сама выразиться какой-то мысль свою какую-то попытаться про транслирует то фото проекте важно некая такая идея который объединяет сразу несколько кадров 2 признак проекта который тоже в принципе является очень важным и очень нужным это то что съемка проводится в разное время или в разных местах ну может быть и в разных местах или в разных местах здесь можете сами подставить по своему желанию. То есть, может быть, и так, и так. То есть, идея реализована не в одном месте, в одном каком-то, в одной локации, а, как правило, это набор таких фотографий, которые сделаны в разное время, возможно, в разных локациях, которые объединены общей идеей. То есть, у человека была мысль, он ее хотел как-то выразить, он не хотел упираться в одно какое-то место, он хотел показать, что эта мысль там более многогранная, более сложная, более полная ее раскрыть, и поэтому он использовал разные локации, использовал разное время, снимал в разных местах. Причем, вот это требование, конечно, не строгое. То есть, надо понимать, что, в принципе, можно замутить проект, находясь где-то в одном месте. И, в принципе, его довольно можно сделать в одно время, да, то есть, понятие время, оно весьма относительно. Для кого-то одно время — это, там, один день, а для кого-то одно время — это, типа, условно говоря, месяц. Вот находиться где-то, где кто-нибудь живет, например, на острове необитаемом или обитаем. Но он же находится в одном месте, вот он реализует проект в течение, там, допустим, недели или месяца. То есть, это понятие относительно размытое, но в целом, если говорить про проект, это очень важное такое условие, что съемка идет не одним днем, а идет, как правило, не одной фотосессии, да, идет много фотосессий, из которых что-то берется, из каждой добавляется в этот проект. Еще одно важное условие, что съемка происходит в едином стиле. Это тоже очень важный момент и тоже не является критически таким обязательным, но, тем не менее, считается важно, чтобы проект выполнялся единым стилистическим каким-то образом. То есть, если фотограф снимает ЧБ, то это ЧБ, да, если он снимает, там, не знаю, как-нибудь там, то, что называется лайфстайл, там, на бегу, там, да, каким-то небрежным способом, то это будет так. Если требуется какое-то техническое решение, ну, условно говоря, съемка на длинных выдержках, значит, все фотографии будут реализованы на длинных выдержках. То есть, не будет такой, что вот там снято на нормальной выдержке, вот снято на длинной, вот снято на короткой. Если задача именно раскрыть тему именно через длинные выдержки, то все будет делаться именно в едином стиле на длинной выдержке, и в этот проект не будут вставляться, ну, скорее всего, не будут вставляться какие-то кадры, которые не соответствуют стилистически этому проекту. Это очень важный момент. И четвертый важный момент – это то, что проект нацелен на некую публикацию. То есть, ну, понятное дело, что мы не делаем фотографии там в стол, да, это, наверное, довольно глупо делать фотографии там для себя. И тут, конечно, прям совсем уж такая, ну, сложная ситуация, когда человек сам для себя снимает, наверное, это его какая-то внутренняя терапия, это не имеет отношения к тому, что он пытается самовыразиться, а проект все-таки это о самовыражении. Так вот, важное условие в проекте – то, что он должен быть каким-то образом опубликован или презентован. Каким образом, мы с вами поговорим. Ну, есть разные варианты, ну, как вы сами понимаете, на самом деле их не так уж и много, но, тем не менее, они есть, и это важная составляющая часть проекта. То есть, если говорить про просто фотографию, ну, что-то там из фотосессии я могу опубликовать, что-то могу не опубликовать, что-то могу здесь, что-то могу там, где-то напечатать, где-то продать там работу, ну, понятно, что по-разному бывает. А проект, он цельный, он собран и вместе, он собран и в единую такую некую какую-то вещь, собран в единую некую презентацию и опубликован. Ну, теперь вот основные такие вот моменты проекта мы с вами проговорили. И если говорить про фотопроект, то понятие имеют свои отличительные особенности, которые предполагают некую целеустремленную систематическую работу фотографа над выбранной темой. и включая конечные результаты, конечно, да, получение конечного результата. Публикация может быть там в социальных сетях, на собственном сайте, создание фотокниги, мы сейчас про это поговорим, организация фотовыставки, или даже может быть какая-то работа такая коммерческая, то есть тут может быть что угодно, но важно понимать, что это некие такие работы, выполненные в единой стилистике, посвященные одной теме и, скорее всего, сняты в разных местах или в разное время.